Спасибо большое. Что ж, меня зовут Андрей Стеников. Еще раз, я работаю в департаменте исследования и прогнозирования банк России. И мне организаторы доверили ввести в сессию один микроструктурный анализ ликвидности. И сейчас я хотел бы предоставить слово Ане Обижаевой, профессору финансов Российской экономической школы, выпускнику PhD-программы MIT и директору программы «Мастер финансов» Анна сделает доклад на тему микроструктурный анализ кризиса рубля в декабре 2014 года. После этого мы заслушаем вступление дискуссанта. После этого, если у нас останется время, на вопросы из зала. Тем, кто подключился к нам онлайн, я бы хотел сказать, что ваши вопросы вы можете писать в чат, я буду их озвучивать. А участники, которые участвуют в зале, они смогут по микрофону задать свой вопрос Ане. Спасибо. Спасибо большое. Очень радостно, обычно я передумаю, дарирую сессию, очень радостно наконец-то выступить и рассказать о исследовании про кризис рубля, который произошел в 2014 году. На самом деле, мне кажется, единственный, как можно, один из методов, как можно подготовиться вообще к кризисам, это изучать то, что происходило в истории. Потому что, так или иначе, все механизмы, основная логика событий, она в основном всегда одна и та же. Просто, может быть, немножко меняются формы, меняются названия инструментов, меняются названия участников событий. Но механизмы все одни и те же, поэтому очень важно изучать то, что произошло в нашей истории. И работа про кризис 2014 года, о чем я можно переключать? Это работа, которая была написана вместе с Геннадием Кривтанкиным. Вот, Геннадий, встанете, может быть, чтобы вас видно было, когда он идет давным-давно, когда он был студентом у нас на программе «Мастер финансов». Так что вопросы тоже можно задавать и ему, и мне. В общем-то, напомню, у нас сейчас очень много событий всех произошло, напомню, что случилось в декабре 2014 года. Собственно, может быть, уберите немножко вверх, чтобы было видно. Но вот в декабре произошло обесценивание рубля, 16 декабря 2014 года рубль изменился на 40% в течение дня. Причем после этого, на следующий день, 16 декабря был вторник, а в среду курс рубля опустился обратно, примерно стабилизировался, примерно на тех же уровнях, с чего все и начиналось. На этой картинке изображен не только курс рубля с 8 декабря по 19 декабря 2014 года, но и, запекая вперед, я расскажу серые и синие вот эти вот столбики. Это на самом деле та ликвидность, которая существовала на рынке, ликвидность, построенная по срезам книги заявок. То есть, что здесь можно увидеть, что уже начиная с 11 декабря, примерно, это четверг, книга заявок начала разбалансироваться, то есть количество ликвидности на продажу и на покупку были очень разные. То есть, уже с 11 декабря стало сложно покупать доллары. Вот, поговорим, что здесь случилось. Ну, собственно, что мы в этой работе делаем? Мы проводим такой микроструктурный анализ того, что же произошло в середине декабря 2014 года. И такой классический микроструктурный анализ. Во-первых, мы анализируем ликвидность, динамику ликвидности, что происходило с ликвидностью в те дни. Мы анализируем структуру рынка, используя такие стандартные микроструктурные методы, которые были применены впервые, наверное, для изучения знаменитого флеш-крэша. Может быть, некоторые из вас знают, в 2010 году, 6 мая, в Америке рынок рухнул на 5%, неожиданно, за несколько минут, а потом восстановился. И вот как бы после этого регулятора провели микроструктурное исследование, расследование того, что произошло. Ну, и мы с Геннадием как раз тоже частично сделали что-то похожее, но уже до нашего, до кризиса нашей валюты. Ну, и поговорим про разные гипотезы, как наш кризис, как он можно сравнить с другими кризисами, которые происходили, ну, и, в общем, какие мы рекомендации здесь можем дать регуляторам для того, чтобы это в будущем в любви не происходило, либо происходило намного реже. По поводу рынка валютного. Валютный рынок, конечно, у нас, валюта так или иначе торгуется в очень многих инструментах, и мы здесь, в этом исследовании, мы используем данные Московской биржи, уникальные данные, по сути, где мы видим ID клиентов, которые торгуют, то есть мы можем восстановить, как торговали все аккаунты Московской биржи. Это то, что называется audit trail data, то есть это данные, которые обычно используются для аудита, то есть вот данные обычно очень закрытые, в Америке их очень сложно достать, но регулятор эти данные иногда использует. Вот, и валюта торгуется в разных инструментах, на бирже, не бирже. Мы смотрим на биржевые данные и смотрим на спот-контракты, на формальные контракты, но, в частности, вот с поставкой tomorrow, это самый такой ликвидный инструмент, он до сих пор остается самым ликвидным инструментом валютным. Есть еще другие контракты, спот-контракты, есть срочный рынок, то есть фьючерсы на валютную пару, есть еще акционы на эти инструменты, есть валютные свапы, акционы также на них, есть торговые валюты на иностранных площадках, в Чикаго, в Лондоне, не знаю, сейчас торгуются там, в рубле или нет. Есть, собственно, вне биржевые площадки, на которых дилеры торгуют друг с другом. Мы смотрели на все площадки, но наше основное исследование – это именно данные по рынку с поставкой tomorrow. Но что мы здесь в первую очередь делаем? В первую очередь мы смотрим на ликвидность. Ликвидность мы оценили несколькими способами. Эмпирически, посмотрев на срезы книги заявок, минутные срезы книги заявок и посчитав, сколько в каждый конкретный момент нужно купить или продать долларов, чтобы сдвинуть цену на 1%. Ну и вот у нас получилось 35 миллионов долларов. Это на время 2014 года, собственно. Понятно, что это как бы оценка ликвидности, которая слишком сильно сдвинута вниз, потому что это та ликвидность, которая существует на рынке прямо сейчас. Обычно ликвидность все-таки больше. Есть вторая оценка ликвидности, которая у нас получилась 400 миллионов долларов. Это заявка, которая была построена тоже по данным, уже агрегированным по часам. То есть для каждого часа мы посчитали некоторый дисбаланс на рынке, на этом рынке, и посмотрели, как двигаются цены. Мы посчитали, прогнали эти регрессии, и из коэффициента бейта можно тоже оценить вторую меру ликвидности. В общем-то, и здесь эта мера ликвидности получается большая, но на самом деле немножко сдвинута наверх, потому что здесь всякие эконометрические есть проблемы, по сути, которые связаны с эндогенностью балансов, и поэтому оценка бейта немножко ниже-завнизу. Это значит, что оценка ликвидности немножко донышит наверх. В общем, такие генометрические байсы. Что еще? Есть еще теоретическая оценка ликвидности, которую мы посчитали по формулам теории нориантности, в которой мы работаем с Питтенхайлом, как раз вот та теория ликвидности, которую мы как-то разрабатываем все это время. Но эта теория, в частности, дает формулу, вот так вот выглядит, куда можно подставить объем торгов, волатильность и посчитать любые, почти любые переменные рынка. Ну, в общем-то, когда мы считаем, подставляем эту формулу объем торгов, волатильность, мы получаем теоретическую оценку в 300 миллионов, ну, что примерно попадает как раз в этот интервал, и мы ее как бы используем как основную. То есть в 2014 году, соответственно, вы могли продать, купить примерно 300 миллионов долларов, и при этом цена выздвинулась на 1%. Вот это наша оценка ликвидности. Ну, как бы иногда... То есть потом мы смотрим, на самом деле, какой бы дисбаланс, какого размера, подвинул цену, курс рубля на 40%. То есть, собственно, то, что произошло в реальности. И при этом еще немножко делаем некоторый аджесмент на скорость исполнения заявки, тоже как бы, на самом деле, в этой формуле, можно ее немножко изменить, чтобы учесть, с какой скоростью исполнять заявку. То есть чем быстрее она исполняется, тем больше будет прайс инфы, по сути. Ну, и посчитали, что как бы для разного размера дисбалансов, которые попадают на рынок с разной скоростью, вот как потенциально этот дисбаланс подвинет курс рубля. Ну, в общем, получается, что примерно 40% это мы где-то здесь находимся, то есть это дисбаланс примерно размером 5-3 миллиард долларов, который попал на рынок в течение вот нескольких дней. То есть это как бы теоретически, если меня спросили, что могло бы подвинуть курс на 40%, ну, это примерно такого размера дисбаланс. Ну, и, собственно, вопрос, а что, собственно, происходило на рынке? Был ли такой дисбаланс на рынке? И здесь мы делаем как раз вот анализ стратегии, анализ игроков, участников валютного рынка и смотрим, как они, собственно, торговали в те самые дни. Что мы делаем? Мы как берем каждого участника, смотрим на то, сколько этот участник торговал каждый день, насколько разнонаправленной была его торговля, то есть, например, чередовал ли он на покупки с продажами, то есть это были только покупки buy-buy-buy, или они чередовались buy-sell, 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 то есть большой объем торгов на самом деле накопленная позиция была близка к нулю. То есть мы делим всех игроков на такие батики, на группы. Во-первых, как бы мы выделяем покупателей-продавцов. Понятно, покупатели – это те, кто постоянно покупает, большая часть времени. Продавцы – это те, кто день от дня продает доллары. Ну и обычно покупатели доллара – это скорее будут импортеры, продавцы долларов – это, скорее всего, будут аккаунты, связанные с экспортерами. Кто у нас еще есть? То есть у нас еще есть дилеры крупные, или крупные, крупные, я скажу, долларов, у них объем торгов идет. Есть посредники, то есть это группа трейлеров, которых оборачиваемость капитала очень большая. То есть они постоянно покупают, продают, покупают, продают. Причем те, то есть это посредники. Те из них, которые делают больше, чем 2000 транзакций в день, но это хайпериконс трейдера. Мы их тоже отдельно уделяем. Маркетмейкеры – высокочастотные трейдеры, а все остальные – это просто другие трейдеры. Остальные – маленькие и непонятно как… Те, которых непонятно классифицировать. У нас, в принципе, в работе есть много информации как раз о всех этих группах. Но интересно посмотреть, что у покупателей валюты было 172 счета, продавцов 26. То есть это примерно совпадает как раз с экспортерами-импортерами на российском рынке. Но не буду здесь задерживаться, потому что у меня нет времени. Но интересная статистика, которую мы смотрели, тоже – это максимальные позиции, которые набирают эти группы. Особенно, например, обращу ваше внимание на посредников высокочастотных трейдеров и маркетмейкеров. Вот это вот 95-й понтиль, их позиции в течение дня. И мы видим, что они не набирают больше, чем 7 миллионов долларов. То есть, в принципе, посредники, которые должны абсорбировать разные шокеры, но у них риск бэринг-апэстти достаточно ограничен. То есть максимальный размер, который они могут абсорбировать, это вместе – это всего лишь 14 миллионов долларов. Не более того. А те транзакции, которые идут от покупателей-продавцов, они, конечно, могут больше. Ну, вот так вот менялась, накапливалась позиция по группам. То есть вот здесь вот синенькие продавцы, серые покупатели, оранжевые ЛЦБ, крупные мелкие дилеры, желтые, синенькие. Это начиная с января 2014 года, с января до конца года, как накапливаются эти позиции. То есть вы видите, что серые возрастают, покупатели постоянно продают, синие бывает, продавцы продают, продавцы покупают, продавцы продают. При этом посредников здесь особо нет, потому что каждый день, на конец дня маркетмейкеры, высокочастотные трейдеры, закрывают свою позицию, поэтому они здесь по нулям их все равно не видят. Но интересно, что, в принципе, покупатели-продавцы относительно балансируют друг друга, то есть в этом плане как раз валютный рынок российский, он был достаточно стабильный. То есть иногда, да, здесь возникают какие-то такие всплески, вот в частности позиции дилерных, желтые, синие, которые абсорбировались в основном банком России, это оранжевая линия. Ну, и видно здесь вот, здесь изменения позиций каждый день, то есть здесь видно тоже серые и синие маленькие вот изменения, то есть покупатели-продавцы, они день за дня постоянно торгуют, покупают. Но при этом есть огромные всплески. Вот этот всплеск – это крымские события, начало март, когда около 10 миллиардов прошло через рынок, которые были как раз абсорбированы Банком России, вот эта оранжевая линия вниз. Вот, но всплески бывают еще. То есть вот здесь вот октябрь, как раз декабрь, собственно, немножко более увеличенная картинка, вы видите, что достаточно такие скучные дисбалансы. Вот, то есть где-то в середине октября и в конце октября, ну вот, явно здесь какие-то прям что-то происходило. Ну, мы не знаем, что это, вот, может быть, кто-то из вас знает, что это такое было, но как бы это явно не случайные вещи, которые видны в данных. Нам что больше всего интересно? Нам интересно как раз вот этот период, это середина декабря, и мы видим, что здесь тоже как бы есть некоторые дисбалансы, они не так четко выражены, вот, но они тоже есть. То есть, как бы, скорее всего, это некоторые такие следы, которые мы видим, дисбалансов, потому что здесь мы видим только биржевые данные, да, мы не видим небиржевые данные, например, то есть это могли быть какие-то дисбалансы, которые проходили там частично через небиржевой рынок, вот, ну, и частично мы, возможно, видим эти следы, как раз отпечатки здесь в наших данных. При этом я уже говорила о том, что ликвидность, на самом деле, стала исчезать еще 11 декабря, то есть такое, как бы, изменение курса до 80 рублей за доллар, на самом деле произошло уже в тот момент, когда книга заявок была, по сути, пуста, то есть там ликвидности уже не было, то есть это было какое-то такое остаточное явление в каком-то плане, и здесь рубль мог слететь, в принципе, и до каких-то более высоких значений. Это та же самая картинка, только, по-моему, мы здесь делаем для каждой минуты, как книга менялась, вот, как бы видно, что происходило. Так, ну, может быть, скажу еще несколько слов, что, собственно, что это было, не совсем понятно, то есть мы здесь можем несколько гипотез высказать, это, может быть, как раз какие-то события, связанные с выпуском рублевых облигаций Роснефть, именно 11 декабря Роснефть выпустила банды рублевые на 625 миллиардов рублей, и мы знаем, что компания должна была погасить свой корпоративный долг к 23 декабря, корпоративный долг размером 7 миллиардов, но, как бы, связано это как-то с этим транзакцией, или, может быть, это связано еще с одним событием, которое происходило на, как раз, рынке деривативов. Дело в том, что 15 декабря можно было назвать таким, то, что называется «день четырех ведьм», на который приходилось очень много экспираций, ну, собственно, экспирации четырех деривативных контрактов, и когда такие экспирации происходят, на самом деле, как бы, все специалисты рынков деривативов знают, что это очень опасное время, очень нестабильное время. Ну, и также спрос на валюту мог быть вызван какими-то внебиржевыми, деривативными транзакциями, сделками между банками и корпоративными клиентами, которых тоже было достаточно много в тот момент, популярные очень инструменты на российском рынке. Точно мы не знаем, что это было, но мы, в принципе, видим, что какая-то транзакция там происходила. Наш кризис рубля по своей величине на самом деле сравним, в принципе, с знаменитыми кризисами в Америке, наверное, в 29-м году, в 87-м году. То есть это то, что мы должны изучать, и на примере, чего мы должны учиться. Могу сказать, что в Америке вот эти кризисы 87-го и 89-го года, их постоянно изучают, на этой теме написано про узбеканское количество разных исследований, и я надеюсь, что у нас будет тоже много исследований про кризис рубля, который случился в 2014 году. Ну, как бы там много альтернативных гипотез, в том числе, например, гипотеза о том, что это как бы некоторый такой эффект накопленный из-за падения, в общем, падения цен на нефть. Я просто приключу картинку обратно. На самом деле, на самом деле, цены на нефть действительно падали с июня 2013 года, но во время кризиса, собственно, самого вот здесь серая линия, серая – это как раз цена на нефть, но здесь ничего такого не происходило, сверхъестественно, то есть это как бы… то есть это вряд ли… Я уверена, что это точно не причина того, что произошло. Алексей Кудрин тоже, например, высказал предположение о том, что это был такой эффект ожидания, что курс изменится, что несмотря на то, то, что Роснефть как бы не выходила на рынок, это стало известно позже, и вот эти ожидания, они как бы привлекли к коллапсу рынка. Но это тоже вряд ли такое может произойти, то есть это все равно, что эффект ожидания землетрясения вызывает разрешение банков, разрешение зданий. Такого не может быть, то есть должно быть землетрясение, действительно должен быть сбаланс на рынке, который бы подвинул так вот цену. Ну и Сергей Гурьев, например, сказал, что он высказал как гипотезу. Идея о том, что потеря общего доверия действует Банк России, из-за того, что Банк отсутствовал ясный план действий, он привел к такому результату. Но если это действительно так, если это так объясняем, падение курса рубля 16 декабря, это значит, что 17 декабря уже доверие к Банку России установилось. И он вернулся обратно. Ну, в общем, это тоже вряд ли. То есть, несмотря на то, что мы как бы до конца все еще не понимаем, что же случилось, скорее всего, все-таки это был какой-то большой дисбаланс на рынке. А может, с чем это связано? Ну, может, когда-нибудь мы об этом узнаем. Одну минуту, если можно. Действия регуляторов. На самом деле, регуляторы Банк России очень много сделали, сделали для того, чтобы поддержать рынок и увеличили ставки с 10 до 17 процентов 15 вечера, 15 декабря. И провели валютные инференции, как раз валютный репо, предоставив рынку тоже около 10 миллиардов долларов, что является огромной величиной. Ну, и правительство рекомендовало экспортерам подавать валютную выручку, чтобы тоже снять немножко этот стресс на рынке. Ну, собственно, что не было сделано, это не было при основке торгов. То, что обычно происходит на рынках, когда цены сильно меняются. И это, собственно, то, что нам хотелось бы порекомендовать валютной бирже, московской бирже валютному рынку, это внедрение каких-то таких инструментов, автоматических механизмов, либо замедление торгов через дискретные аукционы, переход дискретные аукционы, либо при основке торгов на некоторое время. Что еще? Ну, как бы сбор, консолидацию данных по биржевому, небиржевому рынку. Было бы интересно действительно посмотреть, что случилось, что мы можем увидеть в данных на небиржевых площадках, и создание в целом некоторой системы мониторинга, ликвидности, которая могла бы просто предупреждать регуляторов о том, что начинают происходить некоторые какие-то дисбалансы на рынках. Ну, в общем-то, наверное, и все. Спасибо. Валерий Твернов, начальник управления департамента технической кредитной политики. Валерий, пожалуйста. Валерий Твернов, начальник управления департамента технической кредитной политики. Анне, кстати, большое спасибо за эту тему, потому что она, с одной стороны, интересная, с другой стороны, еще не замусолена, и целая методология такая интересная, это моя личная позиция это не оппозиция банка россии департамент еще кого-то давайте как бы фокус с макро контекста потом уже закончим если на макро уровень смотреть что было в декабре четырнадцатого года про историю с поднимется на нет все знаете рассказывать нечего чуть более подробно что происходило с точки зрения финансового счета подложного баланса здесь один из таких месяцев с рекордным итогом капитала и основные каналы по которым он происходил это первое конечно долга и второе это большой спрос физиков на наличную странную валюту и когда здесь видно что иностранные обязательства и банков и снижались и операции значительно страны валюты платежный баланс не ходишь операции резидент но это же надо принимать во внимание нет уже казалось давление на курс то есть целом если резюмирует некоторый макроконтекст то то что способствовало то динамике курс которое произошло если не утверждаю что необходимо достаточно условия того что случилось просто что какой макроконтекста то это история с обучением текущему счету и достаточно сильное давление на пользу стороны поток по финансовому счету вот как раз иллюстрации того что происходило с наличной странной валюты спрос населения был данные официальные не по квартальные поэтому здесь можно кварталь увеличен посмотреть но вот за четвертый квартал увеличение активно лично странной валюте проще второв было четыре с половиной долларов большая часть это декабры и это естественно очень большой сайс как бы который тоже оказал лавление на рынок выдают понимание того что происходило на рынке не только на валютном но и на денежном это правый график видно что валютной базе с которой по сути отражает премию к лаймбару только если с минусом выбрать то есть лаймбара минус эта штука что она прилично отрицательная которую банки платят за то чтобы привлекать валюту российского рынка и видно что стоимость долларов на российском рынке положь большой большую часть этого периода она как раз расширялась вот в начале 4 квартала если на годовой базе смотреть это локальный пик потом ситуация чуть нормализовалась когда мы начали проводить валютный репорт и в конце декабря тоже как соответственно сюда шаталась и даже был некоторый сквиз в плюс как раз на фоне там но возможно смотреть что связано обычно с очень ликвидный но такие скачки вверх обычно свидетельствует о некотором субклютивном давлении когда базис вываливается в другую сторону потому что есть там некоторый спрос на валютные но найдет по сути которыми там иностранцы могут брать валютные ланги вот если заканчивать историю с некоторым макро контекстом то давайте попробуем среди какие-нибудь простейшие модели чтобы понять вообще насколько какая-то макро объясняет чтобы в декабре и давайте каком сделаем простой бьертом с реальным курсом с реальной нефтью и получать счет такой то есть целом это грозное соотношение какое-то есть до декабре остаток которые мерят разницу между там красный синий линий он довольно большой он расширился но в целом макро картинка на частично эффект ухватывает близко всем надо понимать что этих всех эффектов связанных с насчетом модели нет поэтому здесь соответственно если бы попытаться как-то там учесть то но история как бы лучше уходили если более смотреть такой уровень на дневных данных то другая модель там простая регрессия на эти факторы которые здесь перечислены показывает что частично вот эти пики декабрьские они обязательно переменную падать тоже не просто некоторые остатки естественно возникают это как раз тоже некоторые некоторые эффекты там от риквидности сбан спроса предложения про которые она говорила теперь про потоки посмотрим если смотри так плюс минус верхний уровень его на личных данных то что мы видим есть другая классификация не такая как у анны здесь соответственно по типам участников вот это что мы здесь видим что с одной стороны в декабре было довольно большой бен на продажу со стороны как цепи нашей интервенции так и экспортный оффер который идет со стороны банка по встрече экспортеров и прямых продаж дима и экспортеров по-моему продаж 400 годов еще тогда не было то что через банки продается кто стоял на другой стороне на другой стороне стояли на самом деле преимущественно наши локальные банки и опять же как бы здесь точный какого-то мейчинга какие были причины этого спроса на валюту стороны банков его нет это по формальным критериям но вот эта история с скачетом с которой я начал с покажения долгой спросом населения на наличку она безусловно здесь играет роль потому что то что происходит когда физики предъявляют спрос на личной стороне деньги в конечном счете этот бит выносит налеток и оказывает давление на пункт давайте-ка мы приземлим эту картинку и посмотрим конкретно на декабрь то что здесь видно да здесь есть и биржевые данные и у тисе бирже слева справа то что здесь видно что с 12 числа действительно сайт который покупали наши банки был довольно большой суммарно за день это объем доходил до там двух миллиардов в предшествующие дни вопрос насколько это много вне точки занятого дневного объема ответы много то гистограмма показывает что принципе совсем как бы право хост распределения и такой объем наши банки локальные покупают за них крайне редко здесь это было несколько дней подряд как раз на 16 числа и вот теперь совсем если призумить на уровень конкретных дней на 15 пропущу это час чтобы времени тратить на 16 лучше посмотрим то что действительно конкретно и смотреть на 16 число то что в моменте когда все происходило было некоторые спроса качественных банков только масштабов дня он был очень большой и в целом если смотреть просто наоборот это видно что в момент когда курс сильно вылетал вот здесь торговая активность была очень большая до этой линии это медиана за 14 год если ниже этой линии обороты идут суммарные то значит сайт был очень большой то есть по сути рынок вот эти вот пиковые колебания происходят проводил на как раз очень маленького бородь это как бы общий комментарий сейчас буквально пару слов про методологию и подгоняет по дисбалансам у нас получает несколько другие оценки где-то один процент на 1 миллиард но с учетом того что мы там на другом периоде делали на четырнадцатом году сейчас уже сделать не можем данных нету то в принципе но может согласиться что плюс минус наверное четырнадцатом году это могло быть так про теоретическую оценку ликвидности там конечно есть некоторая на произвольность выбора этих параметров с объемами и волатильностями которые вы представляете поэтому это тоже как-то могло влиять сильно там плюс-минус все равно там 300 может стать там 400 или что сколько-то но вряд ли там это будет сильно больше-меньше и тоже некоторые вопросы калибровки коэффициентов по данным по фонду моряку сша но это уже тоже так далее и так это я все пропущу это наверное не очень сейчас критично давайте к сути то есть в целом то что был некоторый объем повышенный спрос в эти дни это плюс-минус из этого графика видно но я бы просто по-другому немножко расставил акценты мне кажется что то что в конечном счете привело к динамике курса в декабре 16 числа это по большей части совокупности этих факторов по-другому что позволило бы снять спрос экспортер экспортеров на валюту его не выносили на рынок то возможно и проведение физиков которая во многом циклическая момент было чего и шпорским тоже была бы другой ситуация могла бы образоваться по-другому то есть контекст макро его я бы не откидывал микро структуре дисбаланс моменте да и видим что что-то происходило причина не опять же скорее вот из макро всей этой истории следует поэтому тоже это надо иметь ввиду что действительно моменте как бы был спрос повышенный предложение по сути валютного фирма банка россии ушел экспортеры в моменте продавали мало плюс все таки история с ожиданиями я бы откровенно говоря не откидывал потому что действительно и моменте не очень все понимали как это сделка по размещению вирус нефти к счете повлиять на курс сейчас мы знаем что как бы стоять к счете на рынок не вносился просто под эти апплигации их зариповали получили валюту и все банки россии но тогда этого никто не понимал и ожидание того что на рынке большой сайсом влиять на курс они они были и опять же тот формационный вакуум который был моменте он тоже оказывал влияние на пустоши люди не понимали что происходит и по сути генерал дополнительный спрос на валюту как некоторые универсальный хедж на всю тучи жизни на счету делать и покупать доллара вот по крайней мере так это было раньше там потом поведение физика на самом деле поменялось и оно стало там мутор циклическом поэтому чем короче сейчас снова выложить на совокупность вот этих всех причин то есть контекст макро дальше он преломляется если так что-то думе-зуме-зуме-зуме-зуме и да есть аспект наверное при которой она говорила если это был большой спрос в моменте произложения было ограничено поэтому получилось то что получилось спасибо большое у нас есть две минуты я бы хотел еще предоставить некомпетность слова аня и у нас есть два вопроса в чате но у нас в четыре раза больше участников чем в зале и в зале участники смогут задать вопрос во время кофе-прейка поэтому я предлагаю прежде чем она получит слово задать два вопроса из чата чтобы нам уложиться эта тема уже всплывала первый вопрос могло ли от алексея киселева могло ли экстренное включение бандов рост нефти в обратный список цб 12 декабря повлиять на ожидания участников рынка то есть координировать их на пессимистическом настрое и тем самым привести к самым сбывающимся кризису и второй вопрос скорее на засыпку дмитрия моральова интересно сколько из разных типов аккаунтов не перенесли такого большого колебания курсы перестали торговать и по счастью спасибо на последний вопрос не знаю геннадий тоже может поможет ответить хотел сказать большое спасибо за комментарии на самом деле у вас прям такое еще одно исследование интересное мне кажется было бы интересно совместить наши усилия вот особенно в том что касается ваше исследование на рынке у тисе уникальные данные я думаю что здесь обязательно смотреть на не только 16 декабря на то что происходил дом то есть вот эти числа 11 11 12 15 это вот когда это ликвидность как раз исчезала и вот эти не особенно интересно собственно 16 декабря уже все уже книга пустая уже любая заявка двигала цену очень сильно поэтому удивительно что курс не стал еще выше в общем то но и здесь мне кажется можно как бы все суммировать тем что на самом деле это открытый вопрос что же собственно получилось были ли это макрофакторы я не знаю мне кажется что очень сложно представить себе сценарий как эти макрофакторы и ожидания могли так сильно с координироваться что вдруг все вот именно в этот день начали покупать особенно физики то есть я честно говоря вот мне как бы непонятно что с физическим лицем происходило то есть почему вдруг все стали покупать какая-то прям свеж какая-то иностранца должна быть просто как но но уж на понятия не прилетели вот но на самом деле здорово что до сих пор не понятно что не было мне кажется призыв просто тому чтобы больше было следа на этой тем что в конце концов разобрались что же собственно произошло может быть геннадий геннадий хотите сказать что-то совсем коробка то мне тоже понравился очень исследуем только единственное вот по макро постановку я не совсем возлюбил на слайдах там вы делаете регрессию курса и сидится где причина для следствия по сути некоторая церковь интеграционного соотношения то есть здесь строго говоря причина-следственная связь конечно не не то формально не устанавливается но по сути если мы про это думаем как некоторая но откуда идти по себе модели там в таком виде выводится да это там некоторая логика что есть они покрытые процентный полетен где это курсы с этим лицом отставок там скорректированных на риск премия плюс ожидания курса ожидание будет зависит от макры поэтому какое-то макробное место ожидание курса поставим будет какая-то вот регрессия там на дифференциал ставок минус риск премию и там какие-то еще факторы но это вот какой-то такое там штука в этой программе сделанная и по сути это но ты это на самом деле сидец это такой тоже грубый прокси на капитала так как было в моменте когда какой-то кризис происходит большой то капитала если на растет поэтому по этому так что это просто такая рыночная переменная которая там охватывает все-таки клепания как бы связаны с венчетом первым приближение так можно как бы это там я не стане не претендую на строгую галлюметрических исследований так сказать про зарисовки к рассказу чтобы добавить некоторую наукообразность еще один у вас было то что вот про параметры до модели теории инвариантности на момент когда мы там делали это исследование я работал на бирже вот а сейчас я работаю в сберии и мы сделали аналогичный анализ по уже внутренним сделкам сбера то есть смотрели как сбер влияет на рынок и удивительно что вы получаете что вот те параметры которые были вроде бы как бы отколебованы во-первых на американском рынке во вторых там давным-давно там 20 лет назад получается они работают и сейчас вот поэтому здесь действительно я бы сказал что понятно что эти параметры не дают какую-то там точность там порядка 10-20 процентов ошибку но с точностью до там в два раза вы точно определяете по вот этой модели ликвидность вот и еще по физикам хотел сказать опять же да тоже я видел данные именно всплеска физлиц способ излить на валюту и она была большим достаточно но опять же но не этот всплеск не объяснял как бы весь вот объем и плать объем который там мы видели то есть я согласен что физики повлияли но и это не не первостепенный был факт спасибо я вопрос на вопрос а вы разделяете то есть покупки физиков на рыбке и сам физик приходит с бедом и покупает на рынке а есть операции нас с наличной астральной валюты которые с точки зрения этих потоков на рынке будут транслироваться в виде спроса банков я прихожу сбер в обмене их покупаю там доллара покупала раньше вот и сбер выносит сайз на рынок то есть если смотрите если смотрели но в этом контексте на рыночные потоки то здесь вы физик не выделите это надо там смотреть по другим формам а какой был спрос на наличную страну то есть потоки рыночные есть физики а есть вот этот спрос на нал который идет через банки ну это ладно это детали как бы это на самом деле ну и вопросы про то что и марка про то что она говорила координацию так далее вспомните там смс-ки рассылали там сбербанку варет там ля-ля-ля-ля там все бежали там в обменник снимали рубли как бы потом час этими рублями делать там то телевизоры покупал эту валюту то есть люди развлекались как могли поэтому принципе там в моменте сошлось все сошлось поменьше но вот и просто когда там банкротит уже с эмофером ушел но и там и ликвидность уже и целых рынок уже перестал нормально функционировать это вылилось то что вылилось я предлагаю меня простить я возьму обратное правление свои руки и перенесу на кофе-брейк